Тему доклада я думаю все прочитали. Для начала я бы хотел, чтобы сделать небольшую перекличку. Сколько здесь вообще скалистов? Класс. А сколько вообще людей трогали хоть раз скалу? Ну вот получше. Да, кто я такой? Меня зовут Вадим Челышов. Я работаю в гидросфере I.O. Мы там делаем всякие классные штуки с пикдатой. И также я веду скаловаз-пасказ. Как ни странно, он про скалу с Алексеем вместе. Речь будет идти о BSBT. Что это такое? Это на данный момент дефолтный build tool, который мы используем. Его разработка начата в 2008 и последняя его версия 1.1.4. Только недавно единичка разрелизилась. И несмотря что ему получается уже 10 лет, я знаю очень мало людей, кому он нравится. Для начала вообще надо понять, какие есть build tool и что мы от них ждем. То есть цель любого tool убрать рутину и дать больше времени писать код. То есть все началось в Java мире с Santa, который позволил дать повторяемые билды на разных тачках. Но этого стало мало, потому что нам нужно было фетчить зависимости. Нужно было использовать какие-либо плагины, паковать торболы. И на его смену пришел Maven, который делал это чуть получше, конечно. Но также было неудобно его кастомизировать под себя. И поэтому появились такие штуковины, уже встроенные в язык, как DSL. Это как Gradual SBT, которые позволяют нам просто на том языке, на который мы пишем, описывать этапы билда. Зачем нам в build tool встраивать DSL с полным доступом к языку программирования и его конструкциям? Потому что чем больше наш build tool начинает уметь, тем больше информации он себя засасывает. То есть вся информация, название, версии, этапы, она уходит в его конфигурацию. И снаружи это дергать не очень круто. Гораздо удобнее написать это прямо внутри. То есть, например, если я собираю торбол и задача завершилась, я по факту не знаю, где он. Если мне надо его куда-то отправить, скопировать, типа задеплоить, какой будет его путь? И так как по факту в результате этого DSL получилось, что build tool по сути могут все и вся, то можно сказать, что build tool это просто некий синтаксис, который позволяет нам описать граф тасок и запускатор их. В общем, если кто не знает, то SBT изначально расшифровывался аббревиатура как simple build tool. Но, в общем, как можно не любить такую вещь, которая содержит слово просто в своем названии? Поначалу он довольно прост. То есть мы можем войти в скалу, ничего не зная, и если нам нужно написать какую-то апку, нам достаточно буквально четырех строк, и мы можем писать дальше, не отвлекаясь ни на что. И вот этот сниппет, возможно, вам поможет на будущем воркшопе, потому что там королев. Но с ростом проекта и каких-либо нужд кажущая простота изначально начинает исчезать. То есть если это изначально было похоже на просто какой-то конфигурационный файл с сеттингами, то теперь уже появился новый синтаксис, и вообще тут уже конфигурации попадают внутрь. Так же появляются непонятные вещи, типа как правильно задефинить таску или сеттинг, какой из трех вариантов нужно использовать. Плюс-равно, плюс-плюс-равно, добавляется инкомпайл, непонятные сколпы, интест. Вот. Если смотреть вообще версию 0.12 или какие-нибудь старые плагины, можно вообще увидеть странную дичь. Типа тильда равно и две стрелочки равно. Что тоже отпугивает людей. Сейчас я для примера покажу мой билд моего проекта. Я не знаю, должно ли вас это напугать, но не знаю, кажется ли вам это понятным. Тем более, если вы никогда не трогали SBT. А, и я хочу для наглядности сравнить это с XML, с Spark. Но, если честно, я боюсь, что не попаду сейчас туда. Ну, в общем, очевидно, что на первый взгляд помники покрасивше будут. Тоже. Кто знает хоткей выхода из презентейшн мода? Нифига. А, можно просто сделать так. Да. Ну, и в общем, люди стали быть недовольными. Ну, и выразили свое мнение. Это пример с Reddit. Довольно популярный пост и очень много комментов. В общем, он не simple. Ну, и авторы как бы решили откреститься от этого изначальной аббревиатуры, просто поменяв на S на Scala. И на самом официальном сайте там вообще ни слова нет про расшифровку этой аббревиатуры. SBT – это интерактивный tool. Если в общем подытожить, что вообще не нравится в SBT – это его медленный запуск, медленный Resolving Dependency и странно непонятный DSL. Ну, и так как я тут типа его защищаю, я буду говорить, что это все фигня. То есть медленный запуск – это вообще не проблема в рамках SBT, потому что с ним надо работать либо в режиме REPL, когда мы запускаемся и там дергаем compile, либо в режиме Triggered Execution. То есть мы пишем такую тильдочку, и каждый раз, когда наши сорцы обновляются, компиляция вызывается заново. То есть вот этот минус можно заменить на редкий запуск. Есть люди, которые пишут, что они просто пару раз в день его запускают и сидят в этом REPL. Следующая проблема – медленный Resolving отлично решается свеженьким плагином Курсиром, который делает это все многопоточно, а не на старом ИВИ. Это вообще обязательный плагин для SBT вилда любого. Так, это пофиксили, и вот тут остался самое сложное – странный и непонятный DSL. В общем, я думаю, почти у каждого бывалась такая ситуация, когда вы видите не очень знакомый код, примерно понимаете, что он должен делать, но думаете, что он слишком усложнен. Может, я не знаю, идете разбираться к своему коллеге, объясняя, что это можно было сделать проще. Ну а по факту, разобравшись в деталях, вы понимаете, что это все обоснованное, ну и идете на свое место обратно. То же самое можно сказать про скалу. Если вы туда переходили из императивного бэграунда, скорее всего, первый раз, когда вы ее видели, вы думали, что это за говнище вообще. В общем, что может ожидать разработчик на скале от билдтула? Чтобы там не было тонны болерплейта, никак в малване, например. Чтобы все сразу работало из коробки, ты просто написал пару строк и фигачишь это все. Дальше код. Чтобы там ты писал прямо как на своем языке, ну с небольшими только отличиями. И также, чтобы там была статическая типизация. В общем, это довольно много требований к билдтуам. И вспоминаю всю историю, какие у нас они были. Ну то есть это может напомнить быстро, качественно, дешево. Хорошо. Чтобы вообще разобраться, как SBT работает внутри, достаточно понять три сущности. Это task key, setting key, то есть это настройки какие-либо и task, scope и project. Key объявляется вот так вот. То есть мы просто define через специальную функцию, SBT встроенную. Говорим какой у нее результирующий тип и в каком-то месте ее объявляем через двоеточие равно. Примерно как в фаскале. Также task key могут быть зависимы друг от друга. То есть в его стиле объявления мы можем дернуть другую, вызвать у нее value и использовать его внутри. чтобы понимать, чтобы дергать вот этот value, внутри приходится это все фигачить на макросах. Поэтому мы не можем читать SBT-шный код очень удобно, просто перейдя по ctrl-b в идее и поняв, что он делает. На самом деле это выполнится до того, как таска запустится. Да, у таски получится депса, она сначала рассчитается. Может быть она, ну скала вершин на самом деле сеттинг, он в самом начале запуска SBT рассчитывается. Но если бы это была другая таска и от нее бы никто другой не зависел ранее, она посчитается до и потом зайдет в body. А здесь будет автоподстановка. Оно только выглядит последовательно. Если я добавлю вторую сюда какую-нибудь еще дерну, они могут выполниться параллельно. И важно понимать, что вот этот таскей, по сути это не прямая, но проекция на вот этот дак, который мы составляем из степов. Сам таскей является типа ленивым. Он только описывает, как будет происходить он. Но вычисляется на момент запуска SBT, когда он рассчитает все зависимости между ними. То есть именно поэтому мы пользуемся вот этой структурой данных, task setting и не используем странные операторы. вообще тут появились ребята сейчас и они думают, что можно сделать это все проще. Зачем нам странные сеттинги, если мы можем просто записывать это в переменные или как филды класса и просто дефинить так, как понятно всем. То есть это была крисбилдтул и сейчас развивается mill. Хорошо, этому есть объяснение, потому что еще мы как программисты хотим, чтобы все работало из коробки и хотим подключать плагины прямо на ходу, которые бы меняли состояние нашего билда. То есть вот, например, есть вот так подключается скал пб. Это буквально четыре строки к билду. А получаете из этого генератор протобафа скалу. Скорее всего, руками вам бы пришлось сделать намного больше. Но чтобы он работал и не пришлось копипастить кучу всего, он лезет в те сеттинги, которые уже заранее задефанены. То есть он припендит, допустим, в дипсы свою зависимость, тем самым облегчая написание билда. Убрал, добавил и уже этого нет. Ну и таким образом получается, что просто делать обычный вал с присваиванием не получится. Также есть фигня с скоупами и записи в виде ключ, in, что-то там. То есть тут есть примеры fork and run, например. Это run, это таска, которая запускает какой-либо ваш класс S. Main class, in, compile. Или если мы хотим что-то дернуть из рядом лежащего проекта, субпроджекта, то мы пишем вот такую конструкцию in, название проекта, а, таска, название проекта и скоуп. Это довольно сложная херня, которая объявляет. Ну и вообще эти сколпы объясняются с помощью вот этого квадратика на самом сайте SBT, который я тоже не очень понимаю. Есть список, что на это влияет. Есть subproject, есть dependency configuration и task. Subproject понятно, несколько проектов в одном definition. dependency configuration. Это у нас compile тест, интеграционные тесты и прочее. И есть опциональный вот этот task. Зачем это вообще надо? Вот это, например, вывод SBT и зависимости task компиляции. Она довольно сложная. Я считал, сколько здесь он вывел, и там примерно 81 task или setting. И это не все. Это в свернутом виде. Таким образом получается, что просто написать компиляцию вашего скалопроекта – это довольно много кода. А так как есть еще у вас тесты, которые также имеют фазу компиляции, и вы можете добавить интеграционные тесты или на ходу что-то еще сами определить, совсем нелогично было бы расписывать это несколько раз. Из-за этого появляется вот этот axis по dependency scope. Еще нужно понимать, что разные ключи в разных скалопах не равны друг другу. Каждый раз, когда мы применяем оператор, точка равно, он возвращает, ну и определяем task, он возвращает вам новый объект. То есть таким образом достигается, что имея один ключ вообще на весь SBT типа compile, мы можем его определить по-разному для разных проектов, так же как и дипсы. Собственно, последнее – это проект, что нужно понимать, и это агрегатор вот этих сеттингов и включатель плагинов. Ну и по сути ничего большего. Это что-то не то. Ну в общем, надо как бы подвести итог. В этом всем можно разобраться, и это не так много времени занимает. То есть я хочу сказать, что не стоит кидаться какахами, не изучив ту область, в которой ты еще не разбираешься. Ну и SBT рулит. Говорят, что работает. Слушай, вот ты упомянул, что Ivy внутри SBT запихнут. Я слышал, что в 1.0 его собирались выпилить. Это дезинформация, он до сих пор там торчит? Ну я никаких… Я, конечно, не следил, но я никаких pull requests и лишнюю не видел про это. Я только последний раз помню, когда они там посрались, насчет того, впиливать ли курсир как дефолт или нет. А еще я помню, что курсир глючит дико. А вот это вообще неправда. Он глючил до… Там есть… У меня есть две версии. Курсир глючил либо до первой версии SBT, либо курсир перестал глючить с 1.0. Ну это буквально было, когда там зимой он что ли вышел. Ну то есть я даже Грише показывал. Интересует best practices по иерархии проектов в SBT. Просто сейчас проект, допустим, у нас там много подпроектов, и мы для каждого подпроекта отдельный build SBT создаем. Ну такая сейчас руководителям принятая практика. Как делать правильнее? Как раз таки недавно обновили доку. Я сегодня проверял, она стала вообще шикарная. Уже везде, ну не знаю, в сообществе приняли, что весь build definition пишется в одном build SBT. Все странные сеттинги и, не знаю, dependency и прочее для сокращения размеров выкидываются в project и там где-то описываются в скалке. Спасибо. Спасибо. Спасибо.